То, о чем я дальше буду рассказывать, это, в общем, набор более или менее обычных, нередких событий в истории, в жизни множества тысяч советских ученых, я подчеркиваю, советских. Иван Алексеевич родился в Советском Союзе, был советским ученым, и он таким, в общем, остался до последнего года. И таких событий, как в его жизни, было много, и, в общем-то, можно, наверное, сказать, что они до какой-то степени обыкновенные. Но то, чего он добился, это все-таки достаточно необыкновенное явление в нашей советской, российской, какой угодно науке. Человек, который закладывает основу нового направления научных исследований, это необычальный успех. Шел он к этому успеху, с этим своим золотым яблоком, по минному полю различных жизненных невзгод, каждая из которых могла прикончить, в общем, его карьеру чуть не взорудышей. Геннадий Алексеевич Гузников родился в городе Ленинграде, который ныне опять в Санкт-Петербург, в 1931 году. Мы все время путаемся 17 или 18 января, потому что в один из этих дней родился Геннадий Алексеевич Гузников. А в другой из этих дней была создана эта лаборатория эмбриофизиологии. И уже тут не разберешься, что когда. И детство его было, в общем, нестандартным, скажем так. Папа его, особоуполномоченный Ленинградской НКВД, следователь Алексей Гузников, он вел дела Иванова Разумников, Веденского и Даниила Хармсов в 1931-1933 годах, когда завернулось большое дело, направленное против Маршака, почему-то до него не дошедшее, но переломавшее огромное количество детских петербургских литераторов. В 1937 году человек, который носил по тем временам ромб, то есть был старшим майором госпезопасности Алексей Гузников, был арестован. И два года провел под следствием. Ничего не подписал. И на Геннадий Алексеевич, вообще говоря, вот этого факта уже было достаточно, чтобы прикончить. Собственно, и такие факты прикончили десятки тысяч карьер в зародыши в советское время, потому что отец враг народа и до свидания. Ни высшего образования, ни работы, ничего. Тут, если можно так сказать, его выручило то обстоятельство, что его родители расстались приблизительно за два года до этого, судя по тому, что его неполнородный брат в 1937 году, как раз рождения. А когда в 1939 году был небольшой откат в репрессиях Алексея Гузникова, который на себя не подписал ничего, вот таких вот освобождали частично, его освободили, обратно в органы НКВД не взяли, и он до войны как-то, в общем, непонятно чем занимался. Геннадий Алексеевич сам не знал. Его матушка ограничивала контакты с отцом. А в войну он был призван на Балтийский флот младшим лейтенантом, но, видимо, человек был очень сильно незаурядный, потому что он окончил службу контр-адмиралом с соответствующими, так сказать, правительственными наградами. То, что вообще человек был явно заложен на большое дело в жизни, говорит хотя бы то, что его сын от второго брака, о котором я упоминал, 37-го года рождения, Анатолий Гузников, впоследствии профессор Лэйти Ленинградского электротехнического института, кавалер ордена знака почёта, профессор, исследователь в области оптического зондирования космического пространства. Так что получилось два профессора в этом родном. Вот, а Геннадий Алексеевич, соответственно, пяти лет от рода остался в неполной семье, ну и, в общем, достаточно благополучно, по-моему, существовал до начала Великой Отечественной войны. Дело было в Ленинграде, и где-то в сентябре, перед блокадой, он вместе с многими другими детьми был вывезен в Приуралье, в детский дом Литфонда, членом которого была его матушка, и находился там до 43-го года. Его мама, Любовь Михайловна Козелова, была сотрудницей Ленинградского отделения Совинформбюро, Советское информационное бюро, которое, так сказать, оглашало сведения с фронтов, и впоследствии, так сказать, было новостным агентством, из которого потом получилось агентство печати новости. Вот эти сводки с Совинформбюро, они вошли в историю, вот Любовь Михайловна работала в Ленинградском отделении. И не хотела покидать это место работы, но, судя по, в общем, некоторым проговоркам, недоговоркам, судя по всему положению Геннадия Алексеевича, Тогда Гена Гузникова, 10-12 лет от роду, было в этом очень хорошем детском доме, о котором он и о детском доме, и о преподавателе, воспитателе, он всегда отзывался с самыми высокими референциями. Но, видимо, положение там было отчаянное. И, в конце концов, мама за ним прилетела из Ленинграда, перевелась в Москву, они переехали, жили в Москве. И, в общем, по тем временам, насколько это было возможно, ну, все-таки сотрудницы Совинформбюро, они, по крайней мере, от голода не страдали. И все было достаточно благополучно, Геннадий закончил с отличием московскую уже школу и поступил на биофак, тогда еще был просто биофак, Московского университета, он окончил школу с отличием, значит, поступал без экзамена. В 40-м году. А в 49-м году он наступил на следующую лимину, их семья, потому что был арестован Соломон Лазовский, директор Совинформбюро. В последствии в 52-м году он был расстрелян вместе с почти всем еврейским антифашистским комитетом, заключением академик Ленина Соломонна и Штерна. А из Совинформбюро вымели абсолютно всех его сотрудников. И советская власть, в общем, поступила с матушкой Геннадьевича самым таким либеральным образом. Ее не арестовали, ее не выслали, не сослали, ее просто решили к своей существованию. Она никуда не могла устроиться на работу, вообще. Подобный метод был применен к Марине Цветаевой, если помните, после того, как ее не взяли с судомойкой, в какую-то столовую литфонда, она покончила с собой. Ну, вот у семьи Геннадьевича, значит, было два мощных источника пропитания, это, значит, его студенческая стипендия. Ну, вы можете себе представить, послевоенная студенция. Уже отменили карточки, вот что существенно. В 48-м году отменили карточки, значит, вот гарантированного никакого снабжения продовольствием уже нет. То есть, что заработал, то есть, что в данном случае только ухудшало положение. Потому что, вот, значит, у Бузникова, у матушки была его стипендия, на которую, в общем, в мои времена было прокормить совершенно невозможно. Я думаю, что после войны тем более. Еще вот это проявилось. Особенность личности Геннадия Алексеевича. Он был безумно эрутирован, начитан, и он наладился производить для журнала «Огонек» кроссворды. И вот на эти деньги семейство их существовало практически, ну, почти до его окончания университета. И из его собственных воспоминаний, и из того, что я слышал от его однокурсников, он был самым бедно одетым студентом на курсе, практически вплоть до самого окончания обучения. А вот, с другой стороны, по науке у него все было очень хорошо. Он попал на очень престижную капельную в те времена физиологии животных и человека. Прямо к вышеупомянутому Качатурсу Дракычу Каштоянцу. И очень успешно там работал, и сразу же сделал быстро работу по роли геалуронидаза в вылуплении у костистых рыб. И это впоследствии стало основой его кандидатской диссертации, которую он очень вскоре после окончания, уже будучи аспирантом им же, Института морфологии животных имени Северцева, который потом разделился на КМШ и нас. И в 1956 году, совсем молодым человеком, Пеналь Сеич защитил кандидатскую. Вы понимаете, что при всех тех событиях, о которых я рассказал, детские фотографии имели очень мало шансов уцелеть в семье Кузникова. Вот этого самого молодого, что удалось найти, он еще не облысел и смотрит всемирно в будущее. И, конечно, ему предстояли самые главные дела, с которых, в общем, началась вся наша наука. Очень вскоре они отправились в экспедицию на Беломорскую биостанцию с Борисом Николаевичем Манухиным. И про эту экспедицию, и вообще про все, что ей предшествовало, существует целый ряд эпокрипов. Во всяком случае, я дотошно расспрашивал всех свидетелей этих событий. Они все про это рассказывают по-разному. Значит, существует такая романтическая версия того, как все началось. И вот, совсем недавно, в обмене письмами с Дмитрием Антоновичем, эта ситуация, кстати, обрела для меня более зримый характер, что в лаборатории физиологии, руководимой Кустанцем, витала в воздухе идея смены функций и ее эволюционное, развитие эволюции трансмиттеров. И даже вот Геннадий Алексеевич как-то раз мне выложил вот такую вот формулировку чеканную, сказав, что это исходит прямо непосредственно от Кустанца Драковича. Я сам проповедую, что не надо читать то, что на слайде, ну, все-таки, прочитаю, синаптическая передача возникла на основе эволюционно предшествующих внутриклеточных механизмов регуляции в результате смены функций в ходе фил- и онтогенеза. Я полез искать все-таки литературу, где же это сказано. Но, в общем, ничего такого я, честно говоря, не нашел. Значит, вот в посмертной статье Кустанца, на которую все прямо или косвенно ссылаются, сказано буквально следующее. Единственное место, которое, так сказать, относится вот к данному вопросу непосредственно. Ацетилхолиновая система уже в донервный этап имеет отношение к таким физиологическим процессам, как регуляция активного транспорта ионов, электрическая возбудимость и ритмическая или периодическая электрическая активность, наконец, к таким процессам, как возникновение распространения возбуждения и различные формы автоматических движений. С появлением в филогенезе животных нервной системы, ацетилхолин и холинэстераза как агенты химической регуляции более древних форм включаются в сложную цепь биохимических процессов нервной системы, играя в этой цепи важную функциональную роль. Ацетилхолин, продолжая играть древнюю роль локального гормона, приобретает новую роль участника или передатчика процессов нервного возбуждения и торможения. Значит, как очевидно из процитированного, речь идет о смене функций. Очевидно, эта мысль уже действительно реально существовала в сфере, в ментальной сфере той лаборатории. Но ни слова не сказано про внутриклеточную локализацию. Специально запустил поиск в этой статье на слово «внутриклет» с разными окончаниями только у внутриклеточной ДНК. Значит, все несколько, видимо, было проще, потому что существует вторая версия этих же событий, которую я называю реалистически-прагматической. Борис Николаевич Манухин, который, собственно говоря, непосредственно в этих вот опытов принимал непосредственное участие, рассказал несколько иную последовательность событий. Они с Генкой приехали на ББС и возились с кладками голожаберников. А потом кто-то из них сказал второму, что, слушай, а давай польем на кладки серотонин. А серотонин им дал на дорожку Каштаянс, который только что этот остродефицитный новый препарат привез откуда-то из-за границы и вот, значит, поделился со своими молодыми сотрудниками. И вот они полили и получили эффект. Вот это, так сказать, благодаря заботам Дениса Александровича Никишина, мы имеем возможность посмотреть, что они получили. Соль в том, что при добавлении серотонина личинки начинают там со страшной скоростью вращаться. Это, собственно говоря, был первый феномен, полученный на донервных моделях. И это, собственно говоря, послужило основой, что ли, первоосновой для дальнейших исследований. Я, честно говоря, в эту версию верю больше. Просто потому, что обычно научные исследования так и планируются. Когда мы давай попробуем, значит, и тогда получается. Когда приезжают с какой-то готовой концепцией, начинают ее последовательно проверять, там обычно на первой же стадии все рушится и все приходится выдумывать заново. Есть еще одно косвенное свидетельство в пользу вот такой вот версии. Это то, что Геннадий Алексеевич говорил, что когда они с Манухиным привезли этот результат, Каштаянс, который якобы был вообще первоисточником и автором этой идеи, он в это не поверил. И им пришлось еще раз поехать в экспедицию, и там, значит, снять фильм, что по тем временам, в общем, технически было весьма непросто. Когда они привезли вот этот фильм, тогда он, наконец, поверил. Правда, Геннадий Алексеевич говорил, что, ну, вообще, Каштаянс, он настолько фонтанировал идеями, что он элементарно, так сказать, произведя ее, тут же забывал вообще, что он сказал, потом не узнавал ее, когда к нему приходили, так сказать, с экспериментальной проверкой того, что он сказал. Можно спорить, и я думаю, что вот это один из классических случаев, когда, в общем, еще при наличии множества свидетелей, участников, очевидцев, ушеслышцев, все равно, так сказать, истины не добьешься. Важно то, что, в конечном счете, этот опыт был поставлен, и действительно очевидно, что он пал на полудородную почву, навоженную, подготовленную к пониманию этого результата, и стал, собственно, вот триггером всего последующего развития, которым Геннадий Сеевич прозанимался всю свою дальнейшую жизнь в науке. Надо сразу, конечно, оговориться, эта модель трудна для количественной оценки, и вообще, так сказать, достаточно ограничена. Огромной удачей, или знаниями, или вообще, там, находчивостью было изобретение в Бузниковом, того, что я называю, опыт Бузникова. Самая, так сказать, простая, элементарная схема исследования влияния фармакологии, нейрофармакологических веществ на раннее развитие морских ежей, которые отличаются очень высоким темпом, дальневосточные виды, там, деление раз в час, прекрасная графичность. Очень легко определить оплодотворение по красивой, четкой мембране оплодотворения. Очень легко читается дробление, его легко количественно подсчитать. Одновременно можно ставить опыты там вообще на тысячах зародышей, то есть это обеспечивает, соответственно, статистическую достоверность любых результатов. Вот, и опыт, собственно говоря, строился на вот том, о чем я сказал, добавление антагониста и протектор одновременно с ним, и, соответственно, достаточно простая, быстро, простая и легкая оценка, количественная оценка полученных результатов. Что, собственно говоря, одновременно с самим фактом демонстрации чувствительности легко демонстрировало и специфичность этого эффекта, поскольку во многих случаях трансмиттеры устраняли блокирующий эффект антагонистов соответствующих рецепторов. Да, вот эта вот схема, кстати сказать, она очень живуча, и с помощью ее вот сейчас Марина Семенова у нас один из лидеров ПРНД в институте, потому что вот такой скрининг очень оказался востребован совершенно неожиданно фармакологическим фирмам. Очень долго на это не обращали внимания, но вот получилось. Значит, по тем временам эти результаты были весьма нетривиальны и, надо сказать, встретили просто открытое неприятие, непонимание. И я уже застал времена, начав работать в этой области в середине 70-х, когда профессор Кодоров вот тут во всеуслышание заявлялся, вообще нейротрансмиттерам абсолютно нечего делать в эмбрионах. Там нет нейронов и совершенно зря их сюда приплетают. Одновременно появились сложности и, так сказать, не эмоционального, а идеологического характера, потому что очень быстро выяснилось, что, во-первых, зародыши обладают чувствительностью к антагонистам разных нейротрансмиттеров. И почти сразу же выяснилось, что еще и самих трансмиттеров там несколько. Это уже было просто прямым нарушением принципа Дейла, который... Это сейчас к нему так относится, что, ну, подумаешь, вообще, что давно опровергнут. А тогда он не был давно опровергнут. Тогда был железный принцип. Один нейрон, один медиатор. И тут вдруг выясняется, что, значит, в зародышах есть и катехоламины, и серотонин, и ацетилхолин. Вскоре, после того, как я пришел, Геннадий Алексеевич дал мне приказ нарисовать картинку. Вот это так тогда выглядело довольно бедно. По тому, какие трансмиттеры есть в каких таксонах. Значит, ну вот, чтобы не заставлять смотреть долго на это уборство, я покажу, как это выглядит сейчас. Древо Арборолита стало более развесистым. Ассортимент трансмиттеров тоже более пудрявый. Я особо хочу обратить внимание вот на то, что обозначено АА5HT и ААДА у кишечно-полосных и у иглокожих. Об этом я скажу в самом конце. Но остальные обозначения понятны, более-менее известны. А это арахидоновые производные серотонины и дофамин. Мы до них еще доберемся. Вот на основе всех этих данных, пока еще вот этих, Бузников, значит, в 66-м году опубликовал свою первую книгу «Нескомолекулярные регуляторы зародышевого развития», которая стала вообще первой в истории вот этой отрасли науки. На основе этих данных, это мы с ним обсуждали уже, когда я здесь работал, вопрос о возникновении многомедиаторности, которая, в общем, шокировала здесь именно, так сказать, нарушением принципа Дейла, который оказался потом не совсем, так сказать, действенным. А тут это действительно, в общем, бросается в глаза. И потом возникло, я не буду рассказывать, это мы опубликовали уже в 98-м году, в конце концов, в конце того, как все это получается. Но, что я хочу сказать здесь. Многомедиаторность, которая так, в общем, действительно, это предмет очень большого количества публикаций, все они, с моей точки зрения, обладают одним дефектом. Медиаторы или трансмиттеры рассматриваются как вещества, предназначенные быть нервными передатчиками. Вот с этой точки зрения строятся самые сложные, так сказать, многоступенчатые хитроумные концепции, и всюду упускается тот этап развития этих, так сказать, функций этих веществ, когда нервных клеток еще не было. А функции, а эти вещества уже были, и у них уже были функции. В связи с тем, что вы помните, приводилось вот в этом слайде с несуществующим высказыванием Костаянца, которое, так сказать, летало в воздухе, но все-таки нигде не было записано. Видимо, я застал уже этап ведущихся работ по проверке гипотезы о том, что эмбриональные трансмиттерные рецепторы являются локализованными внутриклеточные. Да, еще одна оговорка, о которой тоже много раз мы с ним говорили, и не очень проявляли последовательность, но все-таки он сам настаивал, и я настаивал, и потом мы от этого отступали, на то, что надо отказаться нам, во всяком случае, от термина нейротрансмиттер. Это не нейротрансмиттер, это трансмиттер, это передатчик сигналов, и абсолютно несущественно, и неважно то, что это нервные или ненервные клетки. Заведомо можно сказать, что функции этих рез не ограничиваются нервной передачей. Достаточно посмотреть на самый низ этой картинки, где нарисованы протозоа, у которых обозначено пять трансмиттеров, которые никогда не будут нервными. И Геннадий Алексеевич начал исследование в этой области, и начал он их пользоваться еще одной особенностью модели, на которой он так лихо устроился на морских ежах, то, что там довольно хорошая проницаемость для экзогенных веществ. И в какой-то момент вот это я не застал, в какой-то момент он поймал разницу в эмбриостатическом действии гидрофильных и липофильных соединений. И я попал на ту стадию, когда он уже прицельно сравнивал пар аналогов, как правило, это были йод-метилаты гидрофильные и липофильные производные, без такого заряженного хвоста, и липофильные соединения отчетливо проявляли большую эмбриостатическую активность, если вообще, так сказать, она была у гидрофильных соединений, которые сплошь и рядом по сравнению с своим липофильным аналогом просто оказывались безвредными для развития. И в конечном счете вот, значит, тогда всех, конечно, вот этих красот с транспортерами и прочее тогда еще не было, но идея о том, что на эмбриональной стадии развития трансмитерный рецептор, локализованный внутриклеточный, в общем, она в какой-то момент стала парадигмой в лаборатории эмбриофизиологии, который впоследствии образовался. Вот опыт, собственно, начинается этап, который я наблюдал воочию, потому что как раз в 74-м году Геннадий Челесбузников, который здесь был старшим научным сотрудником, он уже защитил докторство в 66-м, как раз он книжку и защищал как докторство. Он смог организовать, сейчас это звучит тоже достаточно свежо, организовать группу испытаний в Кубайенском институте биологических испытаний и химических соединений, который он руководил на общественных началах. И куда был принят я, потому что меня сюда не приняли из-за дефектной анкеты, ну и еще вошло несколько человек. И сотрудником этого же института Михаил Александрович Мландау, который, к сожалению, уже довольно давно нас покинул, была начата такая прицельная работа по синтезу и прогнозированию эмбриостатической активности рядов нейрофармакологических препаратов. В основном это были аналоги эндола, даривата эндола, которые, как тогда считалось, все поголовно являются антагонистами сертонина. Ну, тогда других сведений не было. Сейчас я бы так уже не стал говорить, но тем не менее, что у них несомненно получилось, это то, что возникло абсолютно четкая зависимость эмбриостатического эффекта от липофильности молекул. Грубо говоря, чем длиннее липофильный хвост, тем меньше действующая концентрация. И, в общем, на том этапе это было достаточно вполне доказательством внутриклещенного локализации. Потом уже в его лаборатории мы сделали микроинъекцию антагонистов адреналина и ацетилхолина, получили блокаду развития на ксенопусе. Потом мы делали, значит, изучали специфическое связывание меченых легандов митохондриальной и микросомальной фракциями и получили специфическое высокоафинное связывание. И еще целый ряд таких вот данных был получен самыми разными авторами на клетках злокачественных апухолей Бодисом и Брандисом, на нейронах моллюсков, здесь опять-таки в нашем институте сотрудницы Тиграна Турпаева и Ольга Павловна Юрсенко, которая недавно трагически погибла. Но на тот момент, когда еще никто не смышал ни про серотонирование, ни про допоминилирование, эти данные казались достаточно убедительным доказательством внутриклещенной локализации рецепторов. Ну да, в общем, стопроцентного доказательства демонстрации функциональных внутриклещенных рецепторов все-таки пока нет. Хотя, известно, что активность аденелациклазы во время деления дроблений на морских ежах, она рассеяна по всему эндоплазматическому ретикулуму, пока не концентрируется потом в бороздах дробления. Совсем уж недавняя работа Като и группы японских исследований показала, что в личинках плавающих бластовых морского ежа есть такие колокализованные гранулы допамина вместе с допаминовыми рецепторами. В общем, приходится признать, что стопроцентного доказательства пока нет, но и опровержения этой концепции на сегодняшний день тоже не существует. И тогда вот эта парадигма, что все трансмиттерные рецепторы в эмбриогенезе внутриклеточно локализованы, она довольно прочно укоренилась в сознании сотрудников лаборатории. В моей во всяком случае голове точно. Поэтому, когда мы вот это я просто по заданию Геннадия Алексеевича стал заниматься участием нейротрансмиттеров в ранних межбластомерных взаимодействиях и получили целый ряд эффектов и связанные с активной адгезией бластомеров верхняя часть и с непосредственным обменом сигнала, тут пришлось в общем выдумывать очень хитрую схему, чтобы совместить полученные результаты с вот этой парадигмой внутриклеточных рецепторов. Потому что пришлось допустить, что существует гепджанкшен между гластомерами селевые контакты, которые связывают источник трансмиттерного сигнала и рецептор таким образом, что в пределах одной клетки они изолированы друг от друга. Ну, в общем, вот такая вот концепция. И она рухнула бы не потому что она такая сложная, а потому что просто выяснилось, что гепджанкшен у морских ежей возникает восьмиклеточной стадии, а мы эффекты наблюдаем уже на двухлеточной. Значит, стало ясно, что надо придумывать что-то другое. Вот. И как только это стало ясно, вернулись к представлению о том, что рецепторы могут сидеть на мембране, и тогда межбластомерное взаимодействие получается легко и без всяких вывертов. вот тогда в общем была некоторая дискуссия, скажем так, и финансист нелегко это воспринял, но опять же он не был тагматиком. И когда он встречался с фактами, которые идут в разрез с его теоретическими представлениями, он сделал из этого выводы. И очень вскоре он сам на модели созревания овоцитов морской звезды и на жабе, по-моему, он показал, что там тоже есть мембранные рецепторы. И это все произошло, когда лаборатория достигла своего практически максимального могущества, была числена наиболее мощной, в нее влились сотрудники, трое сотрудников Купайновской группы. Мы, конечно, очень благодарны Геннадию Сеевичу и Тиграну Макомычу, которые за нас сражались, потому что когда нас в 1984 году сюда все-таки приняли, это нас спасло, потому что в следующем году Купайновский институт был разгромлен, и мстительный и недоброжелательный и ныне покойный академик общинников отдал приказ в течение двух лет сотрудников Купайновского института в академические институты от них не принимать. И я просто знаю очень многие, десятки людей, которые тогда просто лишились работы, лишились возможности продолжать свои исследования, им пришлось не сладко. Мы от этого были избавлены. Под руководством Геннадия Сеевича работал вот такой коллектив, в котором, как сам Геннадий Сеевич это называл, идей больше, чем людей. То есть практически каждый сотрудник делал что-то свое. Одновременно есть попытки электрофизиологических исследований, исследований связи трансмиттеров с вторичными мессенджерами, исследовали роль ганглиозидов в эффектах трансмиттеров и так далее, и так далее. Попытки были работать на опухолевых клетках и все это в общем по-моему в какой-то момент стало Геннадий Сеевич очень допучаемым, потому что вообще-то говоря по-моему глубокое убеждение. Он был глубоко интровержный человек с огромным количеством собственных идей. Он был в них совершенно погружен. И поэтому до него вообще было безумно трудно достучаться с каким-то своим результатом, прийти, и он был все время занят. Но когда все-таки удавалось пробить лбом в одну стенку, он моментально включался абсолютно адекватно воспринимал результаты, очень конструктивно их обсуждал и с огромной пользой. Но на самом деле больше всего на свете он любил по-моему опять глубокое убеждение уехать в Котор, где к нему никто не приставал, и работать со своими любыми морскими рижами. Было накоплено огромное количество материалов. Под усилиями лаборатории СМО-ген-Осечья была подготовлена еще одна книга, которая на сегодняшний день является к сожалению уже 20-летней давности, но все-таки наиболее исчерпывающим компендиумом по трансмиттерам антогенезе, где показано, что как видите огромное количество функций выполняются трансмиттерными веществами, и где-то там в самом конце уголков нейромедиация нельзя не отметить, что на основе вот этих всех представлений сейчас идет интенсивное исследование молекулярно-биологическое трансмиттерных проблем, в частности на ксенопусе из нашей работы как видите усложнившая картину трансмиттерной регуляции да нельзя еще дальше уж казалось бы куда там когда оказалось в одной клетке есть трансмиттеры есть вторичные мессенджеры оказывается не исключено что там к одному и тому же трансмиттеру может быть несколько рецепторов одновременно которые по-разному реагируют на один и тот же сигнал ну я же не говорю про какую-то вот только что я собственно этим занимался колоссальная избыточность всех механизмов транспорта трансмиттеров в клетке возвращаясь к началу вот после этой самой интенсивнейшей фазы исследований в нашей лаборатории геннадий фазы дважды подавал на место член-корреспондента академии наук оба раза не будучи абсолютно специалистом в этих интригах не набрал голосов потом он мне сказал что он больше в эти игры не играет тогда появилась такая мода нехороших директоров институтов выбирать вот как директор института сразу раз и хренкор или такие странные люди например как академик Гавырин которые вообще стали академиками простите я не думаю что это было для него нечувствительно я думаю что он вообще так говоря знал цену тому что он делал и то что его так не оценивают наверное было ему неприятно он уже когда подошли 90-е годы достаточно скептически относился к тому что происходит я уж сейчас не буду углубляться в это но все знают что у нас в лаборатории всегда были замечательные гулянки со стихами песнями и прочими стуками это в какой-то степени было унаследовано еще у той лаборатории лаборатории физиологии я просто нашел стихотворение которое Геннадий Алексеевич подарил мне на 40-летие мне на 40-летие на 90-е годы я его прочту как он его написал праздные мысли навеянные 40-летием юбе коммунизм построен на днях первобытно общиной без собственности нечего будет домой нести будем сидеть под небом и жарить ворон на углях жизнь повиснет на волоске как висела она у неандертальцев для подсчета возраста хватит собственных пальцев никому не придется старость встречать в тоске круглые даты в прошлое улетели 20-30-40 и т.д. будем радоваться каждой новой неделе прожилкой праздности и даже в труде вскоре после этого случилось то, что случилось и мы с ним получили возможность трижды поработать в Англии, в Лондоне и в Юбкасле после чего была написана наша мини-монография совместно с Джин Лаудер «From Ocite to Neuron, do neurotransmitters function in the same way through our development» которая была опубликована в Molecular and Cellular Neurobiology и на сегодняшний день продолжает оставаться наиболее цитируемой работой Геннадия Алексеевича в 1996 году Геннадий Алексеевич получил приглашение на работу в Чеппел-Хилл в университет Северной Каролины где занимался на моделях развития морских ежей патогенезом болезни Альцгеймера и действием полютантов окружающей среды и тут он, надо сказать, тут он меня поразил потому что уже, в общем, в достаточно серьезном возрасте он выдумал еще одну идею про которую я сначала думал, что это не может быть все-таки Анис Безугловым из лаборатории Оксилипинов из Общинниковского института вот в рамках, в общем, той же идеологии липофилизации некоторых соединений они стали работать с конъюгатами жирных кислот в частности, арахидоновых кислот и дохода пентоеновый с трансмиттерами вот это вот те самые ААДА, ААА5-ХТ арахидонаил-серотонин, арахидонаил-допамин которые оказывались очень эффективны мы и сами вот с Денисом недавно, когда работали в Ягославии на морских хижах убедились в этом в очередной раз что это очень хороший протектор против цитостатического действия нейрофармакологических препаратов и вот тогда Геннадий Алексеевич выдал такую идею, что этот тип соединений может быть эндогенным во что я, честно говоря, не поверил а потом, казалось, это так и есть по крайней мере, вот на двух таксонах как вы видели на той картинке это подтвердилось вот это вот такие соединения нейролепины потом Геннадий Алексеевич уехал уже так-то там основательно-окончательно и приехал, по-моему, это был 2006 год сделал доклад здесь а потом его взяли и зачем-то убулили он здесь работал, не получая ни копейки он исправно ставил в титул своих статей название нашего института он приехал, он поддерживал с нами постоянно связь а потом его раз и уволили это было для него страшным мутаром тем не менее, он еще приехал в 2010 году это будет, которым помечена его последняя публикация и что можно сказать напоследок он в начале 2000-х перенес в Соединенных Штатах тяжелую онкологическую операцию говорил, что американский врач ему подарил 10 лет жизни но вот в конце концов, в 2012 году, 27 августа он после долгой тяжелой болезни в Штатах умер Геннадий Алексеевич не был по достоинству оценен при жизни и, наверное, чувствовал это однако, как мне кажется, в какие-то моменты был счастлив своей работой и семьей Георгий Данелия указывал, что общество, в котором отсутствует цветовая дифференциация штанов не имеет цели Геннадий Алексеевич был ацель он создал под нее свое общество в котором по праву носил привилегированные желтые штаны это Геннадий Алексеевич на сцене который занимается ловом его любимых морских ежей спасибо 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 спасибо